Чёрное море Чёрное море Чёрного моря были Сарматское, Меотическое, Пантическое, Новоэфксинское и другие моря, разные по своим размерам, очертаниям солёности. Изменение солёности воды приводило к тому, что пресноводная и морская фауна и флора моря периодически сменяли друг друга. Следы этой драмы учёные находят в виде мощных слоёв осадочных пород и остатков древних животных, которые мы можем наблюдать по всему побережью Чёрного моря. Ископаемые моллюски, мшанки, кораллы и другие обитатели древних морей – всё это за тысячи и тысячи лет образовало твёрдые породы, которые мы сейчас называем известняками и ракушниками, и из которых человек до сих пор строит свои жилища. Одесса, как и многие другие города, расположенные на берегах Чёрного моря, многим обязана этому уникальному строительному материалу. Примерно пять тысяч лет назад, когда по Нилу уже плавали лодки древних египтян, возводились дворцы и пирамиды, Чёрное море соединилось со Средиземным через проливы Босфор и Дарданеллы, приобретя привычный для нас облик. Именно тогда от притока солёной воды в море погибло большинство пресноводных организмов. Тогда-то, как считают учёные, и произошло образование в глубине моря безжизненной сероводородной зоны, существующей и поныне. Сохранившиеся пресноводные виды гидробионтов отступили в приустевые участки и лиманы, а Средиземноморские вселенцы распространились по всему морю. Каждый вид приспособился к жизни в воде определённой солёности и температуры и занял свою индивидуальную экологическую нишу, в которой он сейчас живёт и процветает. В обрастаниях скал или в планктоне, на песке или в его толще, везде развивается сложнейшее сообщество, в котором жизнь каждого обитателя, как в гигантском многоквартирном доме, зависит от множества соседей. Селенцы Тысячелетиями речная вода выносит в море пресноводных беспозвоночных и рыб, но далеко не все они получают постоянную черноморскую прописку. Оказалось, что уровень солёности примерно в 7 грамм соли на литр воды – критический барьер, практически непреодолимый для большинства пресноводных обитателей, из-за особенностей их физиологии. Этот молодой представитель карповых рыб, которого мы встретили в прибрежных водах острова Змеиной, занесён сюда течением с пресной дунайской водой. По биологическим понятиям его можно было бы назвать «вселенцем», но не будем торопиться. К сожалению, он, как и этот крупный карась, обнаруженный и заснятый нами на одном из одесских пляжей, обречён на медленную и мучительную смерть. Не найдя обратной дороги в реку или лиман, через некоторое время в солёной воде эти рыбы ослепнут, перестанут питаться и погибнут, передав по пищевой цепочке свои питательные вещества исконным обитателям моря. Чтобы приспособиться к жизни в морской воде, нужны десятки тысяч, а то и миллионы лет эволюции. Значительно проще оказалось просто поменять своё место жительства, переселившись из одного солёного моря в другое. Сегодня в Чёрном море обитает почти четыре тысячи известных нам видов животных и растений, но число это неуклонно растёт и не только за счёт открытия учёными новых местных ранее неизвестных видов. Среди исконных обитателей Чёрного моря нам всё чаще встречаются животные, которые невольно попали сюда благодаря человеку. Кое-кто из них оказался безвредным или даже полезным, но некоторые виды спровоцировали серьёзные экологические проблемы, обернувшиеся для Чёрного моря негативными экономическими и социальными последствиями. Именно в связи со своей крайней непредсказуемостью случайное вселение новых видов становится для моря весьма опасным и болезненным видом антропогенного воздействия. История изучения фауны Чёрного моря начинается с путешествий знаменитого исследователя Петра Паласа, совершённых им в конце XVIII века. А уже в XIX веке учёные, начавшие систематически исследовать жизнь моря, обнаружили и первых морских переселенцев, ранее неизвестных им. Прикрепившись к днищам древних деревянных судов, в Чёрное море проникли мелкие ракообразные болянусы, которых за их необычную форму известковых створок ещё называют «морскими желудями». Учитывая, что их родиной могли быть прибрежные воды Северной Америки, путешествия весьма впечатляющие. Трудно даже предположить, что болянусов, которые в настоящее время так многочисленны, когда-то в море вообще не было. Практически невозможно встретить место, где не селились бы эти вездесущие рачки. Свои домики болянусы чаще всего прикрепляют к какой-либо твёрдой поверхности – подводным камням, створкам моллюсков, днищам судов, панцирем различных видов крабов. Для этого у них даже есть специальная железа, называемая цементной, и выделяющее вещество, плотно приклеивающее домики к субстрату. Будучи прикреплёнными животными, морские желуди обладают плавающей личинкой, а это позволяет им расселяться и с лёгкостью занимать всё новые и новые территории. Их можно встретить и у самого уреза воды, и на больших глубинах. Усердно работая ножками, высовывающимися из домика и покрытыми рядами щетинок, болянусы создают ток воды, фильтруя которую добывают себе пропитанием. При этом они активно вместе с другими фильтраторами очищают морскую воду от органической взвеси, бактерий, одноклеточных водорослей и мелких животных. Нередко они сожительствуют даже со своими родственниками, такими как этот маленький рак-отшельник. Трудно сказать, какую пользу имеет от такого совместного проживания рак. Зато болянус имеет хорошую возможность подхватывать съедобные объедки с обильного стола рака. Многочисленные поселения болянусов могут забивать морские трубопроводы и, прикрепляясь к днищам судов, значительно уменьшать их скорость. Помимо этого суда приходится регулярно поднимать из воды и чистить, что влечет за собой большие экономические затраты. В данной ситуации не помогают даже дорогостоящие и небезвредные для окружающей среды противообрастающие краски, которые человек применяет для защиты днища судов. Но в морском сообществе болянусы играют безусловно большую положительную роль. Помимо очистки воды они обеспечивают пищей многих морских обитателей, в частности рыб, так как мириады их личинок составляют значительную часть зоопланктона, которым питаются различные гидробионты. Интересным является и способ размножения болянусов. Рачки болянусы гермафродиты и оплодотворение у них внутреннее, что является довольно редким явлением в жизни прикрепленных морских животных. На этих кадрах можно увидеть, как близко поселившиеся на пустой раковине особи болянусов своим длинным половым органом проникают в полость ближайшего соседа и оплодотворяют созревающие в нем яйца. В этот момент болянус-партнер даже перестает махать своей неутомимой усоножкой. Теперь нам становится понятно, почему этот вселенец предпочитает селиться таким плотным сообществом? Неоплодотворенная одинокая особь обречена невозможностью оставить после себя жизнестойкое потомство. В Черном море обитает почти два десятка видов крабов. Некоторые из них, как, например, этот небольшой, до трех сантиметров длиной голландский крабик, тоже вселенцы. Впервые обнаруженный в море одесскими учеными в 1937 году, этот краб в настоящее время стал довольно многочисленен и обитает на каменистых и илистопесчаных морских мелководьях всего Северного Причерноморья и в его лиманах. Как попал к нам в море этот десятиногий обитатель, достоверно мы не знаем. Но, скорее всего, как считают ученые, он был завезен в Европу из Северной Америки в начале 20 века, откуда и попал в Черное море с торговыми судами, предположительно, из Голландии. Все мелкие крабы, в том числе и голландские, питаются в основном мертвыми или ослабевшими животными, а значит, выполняют важную роль санитаров моря. Сам же краб становится лакомой пищей камбали-калкану, глоссе, бычкам, осетровым и другим видам рыб. Как и болянусов, голландского краба можно считать полезным экзотическим вселенцем, тем более, что с местными видами в заметные конкурентные пищевые отношения он не вступает. В начале 40-х годов, очевидно, из далекого Японского моря на днищах судов в Черное море проник крупный, до 15 см длиной, хищный брюхоногий моллюск Рапана. Были ли это коконы с яйцами, которые легко могли перенести длительное путешествие, или уже взрослые моллюски, точно не знает никто. Так или иначе, Рапана успешно прижилась и, обладая высокой плодовитостью, в отсутствие естественных врагов быстро размножилась и стала в буквальном смысле уничтожать различных местных моллюсков, нанеся колоссальные вред донным сообществам. Во многих районах у берегов Крыма и Кавказа практически полностью были уничтожены устрицы, гребешки и мидии, важные промысловые виды и фильтраторы воды. Сильно пострадали и другие виды моллюсков, особенно обитающие в толще песчаных грунтов. У себя на родине, на Дальнем Востоке, это был довольно обычный, не причинявший никому особого вреда моллюск, питающийся в основном мелкими устрицами и занимавший в структуре морского сообщества свое скромное место, как и многие другие местные виды. Весной, когда температура воды становится более 10 градусов, перезимовавшие глубоко в песке рапаны вылезают на поверхность и, втягивая через специальный сифон, орган обоняния, воду, сразу же направляются на поиски партнера для спаривания, оставляя на песке характерный широкий слизистый след. Иногда на дне образуются скопления, в которых одновременно насчитываются десятки особей, готовых к размножению. Но чаще всего, уединившись парами, рапаны часами неподвижно лежат на песке. Обилие в Черном море съедобных для рапан двустворчатых моллюсков увеличило плодовитость и скорость их размножения. На этих кадрах видно, как рапана откладывает коконы с яйцами. В каждой такой капсуле, похожей на стручок, до тысячи яиц, надежно защищенных твердой кожистой оболочкой. Каждый год взрослая рапана откладывает сотни таких коконов, оставляя после себя многотысячное потомство, выживаемость которого в отсутствии естественных врагов очень высока. К счастью, в 80-е годы 20-го столетия на азиатском рынке, да и у нас тоже, появился спрос на мясо черноморской рапаны. Ее стали активно промышлять у берегов Турции, Болгарии, Кавказа, а затем понемногу и у нас в Крыму. В результате интенсивного промысла численность рапаны в некоторых местах значительно снизилась, но проблема опасного хищника в целом осталась нерешенной. Население наших приморских городов, в отличие от, например, восточных народов, используют морепродукты подобного типа, разве что как экзотический деликатес, и поэтому спрос на рапану у нас невелик. И напрасно, ведь мясо рапаны содержит большое количество белков, минеральных веществ и биологически активных соединений, да и массовый вылов помог бы восстановлению в море нормальной численности местных моллюсков. По неизвестным пока причинам, численность рапаны у берегов Одессы пока небольшая, и в отличие от других районов Черного моря, нашим мидиям хищница сейчас не угрожает. В 1966 году в Одесском заливе был обнаружен крупный до 20 сантиметров длиной двустворчатый моллюск, песчаная ракушка Мия, попавшая сюда из северных морей Европы или даже от берегов Северной Америки, где она обитает. К счастью, этот вселенец оказался полезным, так как добывая себе пищу, он, как и черноморские мидии, фильтрует морскую воду и тем самым очищает ее. Живут эти крупные моллюски в песчаном грунте, зарываясь в него иногда до глубины 30 сантиметров и выставляя наружу кончик длинного сифона, через который они втягивают морскую воду. Проплывая над морским дном, иногда бывает очень трудно определить, сколько обитает здесь песчаных ракушек. Но при более внимательном взгляде можно обнаружить в песке множество отверстий, через которые мии выставляют свои сифоны. Исследованиями установлено, что иногда биомасса мии может составлять более 5 килограммов на квадратный метр дна. И в совокупности такое поселение профильтровывает и очищает несколько десятков кубических метров воды в сутки. Зимой, когда сильные шторма свирепствуют продолжительное время, что вызывает движение песка на глубину до 50 сантиметров, множество зарывшихся двустворчатых моллюсков оказываются выброшенными на поверхность песка или плотные поселения мидии. Участь таких животных, приспособленных жить только под защитой песка, предрешена. Некоторое время, как вы видите на этих кадрах, моллюски еще живут и даже фильтруют воду, но со временем они все равно становятся пищей для рыб. Иногда даже летом на берегу моря можно увидеть множество выброшенных на берег моллюсков, которые быстро становятся лакомой пищей для морских птиц. А их перемолотые прибоем раковины пополняют многочисленные песчаные пляжи. Так осуществляется бесконечный в животном и растительном царстве круговорот питательных веществ, в котором многочисленные поселения Мии играют не последнюю роль. Похожую жизнь ведет еще один вселенец, двустворчатый моллюск Куниарка, впервые обнаруженный в Черном море в 1968 году. Этот некрупный до 5 сантиметров фильтратор, как и песчаная ракушка Мия, также способствует биологическому очищению моря. В начале 80-х годов из Атлантического океана, предположительно с балластными водами торговых судов, в Черное море попало довольно крупное, до 15 сантиметров, прозрачное медузоподобное существо – грибневик мнемиопсис, обладающее большой плодовитостью и прожорливостью. Как и большинство медуз, грибневик на 98% состоит из воды, что, однако, не помешало ему повлиять на баланс питательных веществ в масштабах всего моря. Быстро размножившись, этот хищник стал в больших количествах поедать зоопланктон, в том числе мелких ракообразных икру и личинок рыб, что привело к резкому сокращению биологической продуктивности моря и, как следствие, к катастрофическому падению уловов таких важных промысловых рыб, как хамса и шпрот. Питаясь круглосуточно, в дневное время мнемиопсис предпочитает более холодные и глубокие слои воды и поэтому малозаметен. Ночью же, когда в свете фонаря становится отчетливо видно мириады охотящихся грибневиков, заполонивших всю толщу воды, мы с болью осознаем, какую колоссальную отрицательную роль, играет сейчас это существо в экосистеме моря. По оценкам международных экспертов, ежегодные убытки от грибневика составляют 200 миллионов долларов США и расчеты эти весьма приблизительны. Впервые в истории гидробиологии нашего региона проблема вселенца мнемиопсиса обсуждалась на уровне международных экспертов ООН. Будем надеяться, что предложенные учеными рекомендации в будущем помогут справиться с проблемой мнемиопсиса с наименьшим вредом для всего морского сообщества. В настоящее время численность хищного грибневика мнемиопсиса начала постепенно уменьшаться по естественным причинам, а также благодаря новому вселенцу из Северных морей. Его исконному врагу – грибневику Бероя. Похожий на инопланетный корабль, полупрозрачный, с переливающимися по гребням тело удивительной красоты разноцветными огнями, этот экзотический хищник также на 98% состоящий из воды, стал активно пожирать свою излюбленную и единственную пищу – мнемиопсиса. Обладая ртом во всю ширину тела и пока неизвестными нам органами обнаружения жертвы, Бероя является активным охотником. помещенный вместе с мнемиопсисами в аквариум, он в считанные минуты определяет их местонахождение и съедает. В этом кадре хорошо видно, как неторопливо переваривает Бероя только что проглоченную заживо жертву. Как дальше будет развиваться ситуация с этими грибневиками предположить пока сложно, но вероятнее всего со временем установится биологическая равновесие и проблема частично будет снята. Ну а пока аквалангисты могут любоваться в воде оригинальным и удивительно интересным животным, изучение дальнейшей судьбы которого еще ждет своих исследований. Однако не все вселенцы появились в Черном море, помимо воли человека. Крупную дальневосточную кефаль Пеленгас ученые завезли сюда специально. Размноженная на рыбоводных заводах, кефаль Пеленгас была выпущена в море и Одесские лиманы и отлично в них прижилась. Малотребовательная к температурным условиям и солености, довольно быстро освоившись в новых условиях, рыба стала самостоятельно активно размножаться и является сейчас одним из важных видов любительского и промыслового лова. Одесситы очень хорошо знают эту довольно вкусную рыбу, крупные экземпляры которой часто продают на рыбных базарах под неправильным названием Черноморский лобан. Турецкие же рыбаки, в массе вылавливающие пеленгаса, уходящего к их берегам на зимовку, называют его «русской кефалью». Питаясь практически всем, что встречается у него на пути, пеленгас в настоящее время составляет некоторую пищевую конкуренцию местным видам рыб. Особенно это заметно в закрытых причерноморских лиманах, например, Хаджибейском, где высокая численность пеленгаса заметно снизила продуктивность других видов рыб. Как бы там ни было, ученым гидробиологам совершенно ясно, что плохо продуманное вселение в Черное море новых видов может нести в себе большую опасность. Будем надеяться, что вселение пеленгаса станет первым примером, когда вмешательство человека в природу с благими намерениями не нанесет ущерба местной фауне и флоре. Покинем ненадолго лазурные морские воды. Еще одним представителем рыб вселенцев, но теперь уже пресноводных, который без нашего согласия поселился в водоемах Украины, можно назвать американского солнечного окуня или, как его ласково называют рыбаки, царька. Яркая, разноцветная, до 20 сантиметров длиной рыбка долгое время радовала любителей аквариумистов Европы своей неприхотливостью и красотой, пока кто-то из них не додумался выпустить ее в природный водоем. Было это сделано преднамеренно или случайно – неизвестно. Но очень скоро, быстро размножившись, солнечный окунь заселил практически все пресноводные водоемы Европы и Азии. Будучи прожорливым хищником, он вступил в острые конкурентные пищевые взаимоотношения с местными видами рыб. Веками сбалансированная пищевая пирамида пошатнулась. В массе пожирая икру и мальков других рыб, сам же окунь не стал ценной промысловой рыбой из-за своих небольших размеров, хотя и попадается довольно часто в уловах рыбаков. В этом фильме мы рассказали вам лишь о некоторых наиболее важных экзотических видах вселенцев, для которых Черное море стало новым домом. В настоящее время таких гостей в море насчитывается уже более двух десятков видов. Но, к счастью, многие из них это небольшие, безобидные животные и растения, не оказывающие сколько-нибудь заметного отрицательного влияния на биоцинозы моря. Будем надеяться, что принимаемые гидробиологами усилия по введению более строгих карантинных мер, которые должны предотвратить проникновение с балластными водами торговых судов новых переселенцев, дадут свой положительный результат, и мы сможем уберечь наше море от новых экологических потрясений. Человек постоянно стремится извлечь выгоду из природы, а наш изощренный разум пытается подчинить все своему влиянию. Но только в чистых, прозрачных водах моря мы вновь открываем вечный смысл бытия, бесценный дар, поддерживающий жизнь на планете Земля. Так сделаем же все от нас зависящее, чтобы сохранить эту первозданную красоту моря, колыбель жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...